Вот, 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 протягиваем. А здесь рукой раз, вот так подглаживаем. Все. Так потом еще пройдем, смотрим. Был балкон старый, станет как новый, шутят высотники. Работают на совесть, чтобы потом не переделывать и не подвергать опасности жителей. Хозяйка квартиры Карина Бодреддинова, которая тут же контролирует процесс, признается. Последние 10 лет даже выходить на балкон было страшно. Бетонные осколки падали прямо на голову. Делали мне чат балкон очень хорошо. Ребята, я ребятам довольная. С чего начать ремонт в доме и кому доверить работу, в первую очередь решали сами собственники. С самого начала они внимательно контролировали ход ремонта. Например, первая бригада, которая должна была заниматься благоустройством балконов, не вызвала доверия у собственников квартиры. Поэтому управляющей компанией пришлось найти других работников. Новые специалисты пришлись жителям по душе. Благодаря старшую по дому она уж как взялась и тогда пробили. У нас люди в доме очень-очень все хорошие. Если что-то у кого-то беда, звоним в ЖИУ. Здесь не надо даже идти до дома управления. Это также стало возможно благодаря финансовой дисциплине жителей. Чтобы эти работы выполнялись в срок качественный, в соответствии с пожеланиями жителей, хотелось бы обратиться и попросить жильцов вовремя оплачивать свои коммунальные услуги, так как это существенно влияет на объем выполняемых работ, на сроки выполняемых работ и на их качество. Важно и то, чтобы коммунальщики слышали просьбы жителей, уверены в городской администрации. Наладить добрые отношения с горожанами задача в первую очередь управляющей компании, считает первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Управляющая компания обслуживает интересы граждан, но не наоборот. Вот когда сегодня именно поворот управляющей компании произойдет в сторону жителей, тогда многие вопросы и жалобы начнут решаться. 453-й дом по Карлу Маркса – хороший пример того, как взаимодействуют жители, коммунальщики и подрядчики. Жильцы на собственном примере доказали, что эффективное взаимодействие с управляющей компанией возможно. Нужно для этого приложить лишь немного усилий. Марина Матвещина, Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События.